Здравствуйте, у микрофона Михаил Шахназаров, 407 выпуск на канале Шах и Мат, 21 февраля 2022 года. На дворе в Пекине завершились зимние Олимпийские игры, наверное, самые неинтересные какие-то, самые вялые, самые скандальные, самые заразные, самые токсичные Олимпийские игры, которые приходилось видеть. Ну что, поиздевались над нашей красавицей Камилой Валиевой, над всеми нашими девчонками, поиздевались над нами в общем и целом. Ну, нам-то не привыкать, нам-то не привыкать. Заняли мы в общем зачете 9 место, 32 медали в общем и целом, 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. На первом месте норвежцы, 37 медалей, 16 золотых, Германия, второе место, 12 золотых и китайцы на третьем, 9 золотых. Я могу сказать одно, то есть вот, знаете, как раньше к Олимпиаде готовился, ох, посмотрим, ох, там дадим, поболеем, будем напрягать связки. Ну вот что это было? Вот что это было? Издевались и над спортсменами, и над зрителями, и над этим Декубертеном, которого уже склоняют к день и попаде. В общем, ушли игры и ладно. 24 февраля в театре имени Терезы Дуровой спектакль «Обмен по моей пьесе». Вот приходите, там будет по-настоящему интересно. Ну что, поехали. Из Донецка, с Донбасса поступает такая противоречивая информация достаточно. Но вот только что поступило сообщение о том, что уничтожен украинским снарядом пограничный пункт, который находится в 150 метрах от границы. Украинское СНБО говорит, нет, это не мы стреляли ни в коем случае. Потоки беженцев нарастают. Знаете, такая вот нервная чересчур обстановка. Вот такое вот в воздухе электричество, прямо оно везде бьется от стен, от потолка отскакивает повсюду. Американцы заявили, что, значит, в Москве возможны теракты в торговых центрах и метро. Представитель российского МИДа Мария Захарова вполне справедливо задает им вопрос. А вы поделились этой информацией со своими коллегами? Ну, если американские спецслужбы имеют такую информацию, а или нет? Вот, допустим, сейчас очень напряженная ситуация может возникнуть в Соединенных Штатах Америки. Они же изъяли у талибов, у правительства Афганистана практически все валютные резервы. То есть, золото, все. Все. 7 миллиардов. И вот сейчас наверняка уже какие-то угрозы поступают в адрес Соединенных Штатов Америки, что, так сказать, нельзя так делать. Даже племена враждебные талибам возмутились. И вдруг кто-то получит информацию о чем-то готовящемся. Поделятся же с американцами, я надеюсь. Поделятся, конечно же. Американцы почему-то делиться не хотят. Ну, что, господа, к нашему, к вечному, можно сказать, да, к СРИ. Я напомню, что такое СРИ. Это самопровозглашенная российская интеллигенция, да. Вот интеллигентная, да, сидин-тестикул своих, а дряблых, да. Знаете, что они написали на Эхе Москве? Конгресс интеллигенции, вы будете прокляты. Вот, сука, я прямо вижу лица вот этих уже постаревших комсомольцев и коммунистов, да, вот вижу, которые подписывали это письмо. Вот эти вот все, вот эти вот все подписанты, они, поверьте мне, они в советское время стояли на линейках вот так, славили партию, славили лича, славили достижения коммунистической партии Советского Союза. А сейчас они пишут, вы будете прокляты. Как раньше, писали в стенгазетах, так сейчас и пишут. Итак, читаем. Коллективное письмо Конгресса интеллигенции. В скобках СРИ. Проклинай и СРИ. Поджигателем войны. Блядь, какой, сука, ну простите за мат. Блядь, сколько лет уже прошло, сука, ну вы все те же. Поджигателем войны. Найми там с запада, да. Ну, достали свои, значит, ордена и медали. Пошли. В течение последних недель главной темой оставалась война. Слушайте, у вас же там есть режиссеры. Хуевые, но есть. Журналисты какие-то тоже хуевенькие. Ну вы что, нормальное письмо не могли стать? Блядь, я не могу. Кофе выпей. О категорическом неприятии войны. Об ее гибельности для страны. Блядь. Такие, вот как вы пишете. Хуем по стеклу так. Берет кладку кирпич. Хрязь так, да. Значит, цементку так. Бетончик. И вот так. Раз так кирпичом. Блядь, криво стал. Да и хусь. О категорическом неприятии войны. Об ее. Об ее. Об ее. Об ее. Гибельности для страны публично высказывались самые разные люди в России. От интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума. Ну этих экспертов, блядь, на Валдайском форуме, как собак нелезанных. А вот генерал-полковник, это Ивашову прилетело за его позицию. Идем дальше. Разными голосами звучала одна эмоция. Комсомольцы, блядь, пишут. Ужас от самой мысли о возможности нового витка. Опять нового витка войны. Новый виток американской агрессии, поддержанный сионистами. Ну раньше писали в «Крокодиле». О возможности нового витка войны между Россией и Украиной. Ужас, вызванный пониманием того, что это может произойти на самом деле. Одна вода. Несмотря на страшную цену, которую, несомненно, заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство РФ, а вы что, уже уверены, что война начнется? Откуда у вас информация? Значит, свою гибельную политику продолжает Россия, как минимум не сокращая, как максимум наращивая концентрацию войск А официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году. Газпром, медиа, ура, продолжайте финансировать эхо Москвы, а не Путина в этом обращении с РИ, а не между Путиным и Гитлером ставят знак равенства. Ну, так на всякий случай. Может, вы не заметили? Ну, бывает, да. Перед вторжением Гитлера в Польшу в 1939 году в этом случае Украина так или иначе будет обвинена в агрессии, а действия России будут представлены как вынужденный ответ на эту агрессию во имя защиты своей страны и мирных граждан. То есть Россия сегодня это Германия 1939 года. Мы с вами есть никакой не русский, не российский, мы есть немецкий фашист, русский фашист, который будет торгаться в Украину. Ну, вот, блядь, эти подписанты. Но историю не обманешь, поджог Рейхстага был разоблачен. Что будем? Майдан будем поджигать, да? Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России. И если вспыхнет большая война, вы ее, поджигатели, будете названы поименно поджигатели, наймиты, продажные сволочи и так далее. Да. Те же, кто выступает против войны, получат фантики, блядь, ой, нет, не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки. Это пиздец. Подписанты. Поехали. Лев Пономарев, правозащитник. Тот, что Курильские острова продавал японцам. Блядь. Леонид Гозман. Люня Перископ, политик. Значит, Светлана Ганушкина, правозащитник. Дмитрий Быков, так и Димочка, ты, блядь, на пятом месте. Писатель. Лея Хиджак. Она вообще соображает, что подписывает. Лея Хиджак. Личка хорошая наша. Гарри Бардин, режиссер. Значит, Андрей Макаревич, музыкант. Наталья Фатеева, актриса, народная артистка РФСР. Хорошая была актриса, но это из ума она, ну, правда, до этого жила. Алина Витухновская, политик. Каким хуем Витухновская стала политиком? Она и писательна, политик-писатель. Ну, какой писатель, какой политик, ну? Ну, домохозяйка, блядь. Иди, борщи вари, котлеты делай, иди, блядь. Вероника Долина, Бард, поэт. Да, это мама Антона Долина, самого унылого кинокритика, такого растекающегося по столу, как Диарея. Амнуэль Григорий, кинорежиссер, продюсер, политик-публицист. Блядь, где фильм? Вот он засланный, реально. Где фильм про хоккей, который он снимал в Латвии? У него есть, я снимал фильм «Горячий лед». Блядь, я всех хоккейных спросил наших. Какой горячий лед? Нету никакого горячего льда. То есть, что мы имеем? Мы имеем какой-то подлог. Мы имеем какого-то засланного чувачка. Не режиссера. Кстати, орден двух звезд, по-моему, латвийский есть у него. Борис Вишневский, политик, депутат ЗАГС, СПБ, зампред партии «Яблоко». Где наркоман ваш этот, яблочный, блядь, сидорщик? Лев Шлозберг, политик, член федерального политкомитета партии «Яблоко». Сидор, блядь, прокисший. Лев Гудков, социолог. Ксения Ларина, журналист, блядь, Алексей Цветков, поэт, блядь, Андрей Пянтковский. Ну и вот это вот, блядь, вот это вот вся комсомольско-коммунистическая рать, переобувшаяся. Я могу сказать сразу, вот коммунисты идейные, да, или комсомольцы, их же не осталось перед развалом Советского Союза, да, практически не осталось. Они еще, ладно, но вот это, блядь, вот это вот, знаете, когда они говорят, как же мы, блядь, потеряли Советский Союз? Как же мы могли? Да вы, блядь, его продали. Вы просто взяли и продали. Мне многое не нравилось в Советском Союзе, я этого не скрываю, честно скажу. Но вы великую страну, вы великую страну взяли и продали. А теперь вы удивляетесь, как? Теперь вы топите против России. Вы и Россию хотите продать. Вы бы и почки свои, сука, продавали, понимаете, если бы знали, что у вас будет другая жизнь, где вы можете дать и деньги потратить. Вы готовы продать все, блядь. Ну, вы так созданы, понимаете? Вы так созданы. Андрей Макаревич. А Андрей Макаревич, это пиздец. Вот он сегодня ньюсмейкер. Он написал, наш президент последние дни красиво распределяет миллиарды на учения, на беженцев. Он не забыл, что это наши деньги. А все налоги платите, Андрей Вадимович? Ну, просто интересно. Я все плачу. Ну, правда. Вот вы такой честный. И как по поводу ваших денег? Они расходуются только на беженцев? Не надо на беженцев, да? Лучше расходовать на вот этих карателей, перед которыми вы пели, да? Или как? И на военную машину не надо расходовать. Это штаты могут триллионы долларов расходовать. А мы не имеем права. Мы должны под штаты лечь. А потом, ваш президент, это кто? Ну, просто гражданство-то двойное, насколько я знаю. Я посвятил строки. Ну, вот честно скажу, говорят мне, знаете, говорят, Миш, вот что ты, блядь, время на эту хуйню трачешь? Я могу сказать, как я писал стихотворение. Вот я сегодня проснулся, открыл. Спасибо огромное моим, значит, почитателям, которые присылают мне вот эту хуйню. От Макаревича, посмотрю, о, прочел вот это. Я лежа в постели вот так, тыль-тыль-тыль-тыль, написал стихотворение. За минут 15. В горле застряло тяжелое слово, Стало печальней вокруг и сирей, Спиздили деньги огромные снова. Грустно пропел благородный Андрей, Будто снаряды тяжелые бомбарды Рвутся куплеты в студеной тиши. Спиздили вновь у него миллиарды С ловкостью рук персонажа левши. Класть и на беженцев, и на расходы, Что превратятся в отлены угли. Деньги верните Андрею, уроды, Совести нашей любимой земли. Но он же интеллигент, я тоже себя вычисляю, да? Вот, он же интеллигент, поэтому... Что-то мне опять прислали. А, да. Значит, совесть. Дмитрий Быков, там, и так далее. Так. Но вы думаете, это все? Там Андрею Макалевичу начали писать. Ему начали писать. Ему начали писать. Ему пишут. Олег Абрамов ему пишет. Ваш президент 20 лет этим занимается. Ну, типа, миллиардами раскидывается. Кому, как не вам, Андрей, знать об этом? Вы же с его халуем на Маккартне вместе ходили. Халуй, я так понял, это... Там был и Лужков с женой покойной, и Медведев был. Ну, да ладно. И Андрей Макаревич отвечает. Андрей Макаревич, красавчик. Вот сейчас принято говорить. Штамп, да. Сделал мой день. Он сделал наш день. Он пишет Олегу Абрамову. На Маккартне ходил сам. С сыном. Простите, так вышло. Это юмор. И билет покупал. Путина вдруг подсадили. Вот это должно стать мемом. Путина вдруг подсадили. Понимаю. Поверить трудно. Так разнервничал, что две к букву. Но уж тут верьте или мне, или вашей конспирологической интуиции. Андрей Вадимович. Полный аншлаг. Так, простите, но билетов нет. Придется Путина к вам подсадить. Вы как? Блять, как же у вас все мерзко. Как непродуманно. Ладно, сажайте. И скажите полу, блять. Чтоб не выебывался. И песен моих пел. Поменьше. Особенно рыбку в банке. Или это? В добрый час, друзья. Я понимаю, заебал вас. Добрый час, друзья. В добрый час. Эти дни не зря. Эти дни. Блять, я ее вечно готов петь. Да, ну вот, Андрей, да. Андрей Макаревич, он выстрел. Но у нас есть еще один персонаж. У нас есть... Вот Юлия. Ну, блять. Ну, 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 слушайте. Ну, ну. Вот ей пишут. Какая-то Жанна, Жанна Бахнюк. Вы лучше посмотрите... А, она пишет, Жанне Бахнюк. Вы лучше посмотрите, какие программы про меня Шахназаров и тот же Соловьев делает. Делают. Ёб твою мать. Чтобы понимать, с кем разговаривать. Она безграмотная еще. И чтобы в следующий раз не попадать... В просак. В просак. В просак. Знал я многих хороших сосак. И они попадали в просак. Ёб твою мать. Безграмотная. Ей Жанна Бахнюк отвечает. Слава Украине! Героям слава! Отвечает Юлияук. Алло, Министерство культуры. Ну как? Ну как вам это приветствие нацистское от Юлии Аук? Слава Украине! Героям слава! Отвечает Юлияук. Вот так вот, господа. Из Министерства культуры. И дальше будете снимать ее в своих фильмах, да? Лично я после этого, я говорю абсолютно серьезно. Я не шучу. Ни одного фильма российского, вот с сегодняшнего дня, я не смотрю. Почему? Объясню. Если в российских фильмах снимаются твари, которые пропагандируют нацизм и русофобию, для меня такого кино не существует. Я буду смотреть профессиональное кино. Понимаете? А вы давайте снимайте дальше Юлию Аук. Вы не рассматриваете указ, то есть законопроект о традиционных ценностях. Далеко пойдете. Далеко. Андрей Бельжо, Андрей Бельжо, мозгоправ, как он Шандеровича в программе куклы мозгоправил, а потом уехал в Италию, он там, просто я знаю его, ну, людей, которые с ним общаются, он, говорят, там, на полной синьки, блядь. Он надел вышиванку, надел вышиванку, надел, нацепил, да, и вот он смотрит вдаль, или в Испанию где-то. У меня четверостища родилась. Ревели львом украинские танки, ховался враг в сортирах МЖО, а сидя дома в модной вышиванке, кричала СУКС, унылая Бельжо. Что вы думаете? Ну, я два варианта. Один для Фейсбука, а второй, значит, для Телеграма. Ну, там хулиганить-то можно больше. Что вы думаете? Появились? Ну, появился человек, который решил мое стихотворение из Телеги разместить у Бельжо в блоге. Ну, на Фейсбуке, на Саниске, без указания авторства. Александр Борисов. Там оно звучало так, мое стихотворение. Ревели львом украинские танки, горели у врага в страха ЖО. Исчерилась залупа в вышиванке, носящая фамилию Бельжо. Бельжо отвечает, пошел нахуй Борисов. Пошел ты нахуй Борисов. Да, я отвечаю на это. Просто пойми, ты редкий мудак. То есть зацепило стихотворение. За точку G там. Ты редкий мудак. Если танки ревят львом, это победа. Это победа. Это в вышиванке будет Бельжо на танке. Ну, Ли Страс на танке, да? Эстонский танк. Эстонский танк. Блин, кто заходит, надо было поездить. Рифма ЖО примитивна и банальна. Ну, сочини лучше. Блядь, твое лицо, кроме рифмы ЖО, ну, как бы ничего. И залупа не может щериться. Ну, а вот образного мышления нет у вас, Андрей? Может, вы смотрите, вот я к Андрею. Учи русский двоечник. Да, он пишет. Андрей, вот смотрите. Ну, у вас же должно присутствовать образное мышление. Вы же художник. Вот представьте. Залупа. Глаза. Рот. Нос. Пусть ваше воображение нарисует. Персонаж Залупа. Вот Слава Ковтун. Да? Пан Залупа у него кличка. Я лично ему дал. Представили? Теперь представьте, как она щерится. Или вы уже пропили полностью. Дар художника. Мозгоправа. И мозгоеба. Какие-то вы, блядь, скучные числа. Грустные какие-то. Смотрю на вас. Становится. Смотрю на вас, блядь. Трисис Три. Нью-эдисшен. Кирилл Сарабрнико Презент. Это знаете кто? Это очень красивые люди. Очень красивые. Это Юлия Аук, Дмитрий Быков и дочка Юлия Аук. Полина. Прости, господи. Душа моя грешная. На этом будем прощаться. Трудно вести дальше. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на Кота Костяна. Привет, Саня. На Никиту Сергеевича Михалкова. На Саваничи. Здесь и в Телеге. На Алексея Константиновича Пушкова. Ставьте мне лайки и комментарии. Хорошая фотография. 24 февраля спектакль «Обмен по одноименной песне». Билеты в ссылке. Первый. В описании к этому видео. Продолжение следует.